МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так сказать, идея, новость, которая витает в воздухе, завтра, наконец-то, вновь амурчане почувствуют, что Амурская область в первую очередь еще и сельскохозяйственная у нас есть. Что предложить амурчанам? Завтра начинается ярмарка выходного дня. Немного подробнее, что это и где будет происходить? Да, завтра, то есть 4 августа, у нас будет проходить ярмарка выходного дня. Значит, идея проведения ярмарки выходного дня у нас возникла в прошлом году именно на площади Ленина, предложил ее Олег Николаевич Кожемяк, ему пришла идея такая в голову, и, конечно, получила большую популярность очень как среди населения, так и среди сельхозтоваропроизводителей наших. Ярмарка будет проводиться у нас с 10 до 15 часов. За это время у нас примут участие сельхозтоваропроизводители из 12 районов области, это 65 участников у нас будет, плюс предприятие пищевой перерабатывающей промышленности, их у нас будет 10, они будут в поддержку выступать сельхозтоваропроизводителям, чтобы наши жители города могли приобрести не только сельхозпродукцию, но и другие продукты питания. То есть в итоге, получается, всех собрали, всех как-то обзвонили, и сказали, ребята, надо готовиться, завтра, 4 августа, такое событие. То есть как происходила подготовка мероприятий? Это же в один день не делается, это большая работа. Конечно, это проводилась большая очень подготовка, мы связывались с районами, но так как у нас уже был опыт проведения подобного мероприятия в прошлом году, на первую ярмарку было очень сложно собрать, я говорю это твердо, потому что сельхозпроизводители еще не знали, что их ожидает, как это все будет происходить, будет ли востребована их продукция. И вот когда у нас ярмарки прошли в прошлом году, и зарекомендовали себя очень хорошо, понравились очень жителям, очень хорошие отзывы мы услышали о проведении этих ярмарок. И поэтому в этом году, конечно, было уже полегче нам работать в этом направлении. Даже есть случаи, когда сельхозтоваропроизводители сами к нам обращаются, звонят, дают заявочки, спрашивают, а когда все-таки начнутся ярмарки выходного дня, это, конечно, говорит о их востребованности. – Ну вот завтра будет ярмарка выходного дня исключительно на площади, после этого она куда-то переедет, да, для того, чтобы… – Да, скорее всего, значит, вот на сегодняшний день решается вопрос о том, что первую ярмарку мы, конечно, торжественно откроем на площади Миниленина, а дальнейшие ярмарки будут проходить на территории ОКЦ, так как это, конечно, безопаснее для жителей города. – А вот, например, конкуренция все-таки есть в ДНХ рынок, да, там тоже сельхозпроизводители, там тоже есть свои цены, там тоже есть свое направление. В чем отличие самое главное? – Ну, знаете, вот услышав мнение наших и многих жителей города о том, что сельхозрынок себя уже как таковой изживает, потому что там непосредственно не сельхозтоваропроизводители торгуют, то есть есть, конечно, такие, кто и сами торгуют, но в основном перекупщики. Поэтому, естественно, возрастает цена. А на ярмарках выходного дня можно миновать это оптовое звено и непосредственно продают сельхозтоваропроизводители, участвуют. Причем участие сельхозтоваропроизводителей у нас бесплатное для них совершенно. – То есть они даже только оформление заявки и все? – Да, да, совершенно правильно. – А вот как-то централизованно регулировать цены, сказать, из нити арбуза вот не дороже 20 рублей, там кукуруза не дороже каких-то миллионных цен. – Нет, конечно. – Или сами выдают, сами свою цену выдают? – Нет, конечно. – Это уже диктует цены сами товаропроизводители, сельхозтоваропроизводители. На сегодняшний день не существует государственного регулирования, насколько мы знаем цен. И поэтому сельхозтоваропроизводители свои цены сами определяют. – Не, знала ли просто рекомендации? Потому что все люди, которые были на прошлых ярмарках, говорят, отвечают и отличают их от остальных, о том, что очень низкие цены, о том, что очень идеальная система, идеальная картинка по сельхозам. – Конечно, конечно. Все это верно, вы говорите. Но вот я опять же вернусь к тому, что на сегодняшний день у нас мало очень сельхозтоваропроизводителей, им некогда. Вот тому же фермеру ему некогда стоять за прилавком, продавать свою продукцию. И поэтому они вынуждены сдавать ее перекупщикам. И, естественно, это и лишнее оптовое звено, и лишняя торговая надбавка. А здесь они имеют возможность сами встать, поторговать. Причем мы разрешаем из машин торговать, и подставляем палатки, в которых тоже удобно разместить свою продукцию. – То есть фермер даже может заявку оставить для того, чтобы оставить в нее палатку, мне нужен лоток какой-то, что предоставить? – Да, конечно, конечно. – А сколько в этом году будет уже предоставлено? Кто самостоятельный? – Значит, ну вот машины у нас будут, торговля организована, 65 машин у нас приняты заявок, да? И палаток 15. На 15 палаток приняты уже заявочки. – Более чем. – Давайте коснемся вопроса, Елена Владимировна, еще 10 компаний, которые будут представлять. Это крупные производители. Что они себе представляют? Я понимаю, молоко, хлеб? – Да, конечно, конечно. Это наши крупные товаропроизводители, пищевой перерабатывающей промышленности, которые представят свою продукцию. Чем еще очень удобно для населения? Потому что продукции в этот день, как сельхозтоваропроизводители, так и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности будут предлагать по оптовым ценам, то есть по своим ценам. И, конечно, это для населения очень удобно. – Какие-то приятные. – А потом это все будет на одной территории проходить. Это все в одном месте. И не надо куда-то ехать. Жители наши говорят, что очень тяжело добираться МДВ, ДНХ. Сложно очень, далеко. А здесь на площади Ленина удобно очень. Все в одном месте, сконцентрировано. – Но даже если территория УКС, после этого приедут, тоже центр города намного проще, намного легче. Кстати, возможно, именно городские жители, именно центральные, которые живут в части, возрадуются этому бесконечно рады. – Чем еще будете удивлять на открытие? Олег Николаевич сам лично придет? – Конечно. Откроет нашу ярмарку выходного дня Олег Николаевич. И в дальнейшем будет показана программа культурная. Конечно, будут концерты творческих коллективов, которые приедут тоже с районов области, готовятся к этому мероприятию. – То есть фермер у нас не только все это выращивает, но еще и желает представить, естественно, с радостью и душевностью. – Конечно. – Скажите, пожалуйста, насчет благоприятных отзывов. Насколько их много было в прошлом году? И были ли сразу отзывы негативные? Вот не понравилось. Давайте не на центральной площади, давайте куда-то еще в другое место переезжать. – Негатив был, знаете, в отношении только перекрытия дорог. Не нравилось это водителям, что перекрывается, что транспорт не может проехать. Вот такие были только неудобства. В остальном от жителей мы слышали только положительные отзывы. Ну, не слышала я, во всяком случае. Обращалась на форум, читали мы на сайте много. И в основном положительные отзывы. В основном все нашли продукцию. Жители наши купили продукцию по низким ценам, а сельхозтоваропроизводители смогли предложить и продать свою продукцию. – Ну, это, естественно, наложивание деловых связей. Потому что сейчас он продал здесь по определенной цене, а после этого он уже точно знает, что его продукция конкурентоспособная. То есть это, получается, и самооценка наших фермеров растет. Становится ли больше фермеров, скажите, у нас в Амурской области? Потому что я видел везде, едешь, огромные рекламные плакаты. Стань фермером, будь фермером. – Конечно, на сегодняшний день много программ действует, много господдержки существует для фермерских хозяйств. Поэтому, конечно, фермерам, наверное, в наше время это быть выгодно. – Но с процентом растет? Есть какие-то данные о том, что рост есть какой-то определенный, ну, хотя бы минимальный, что-то еще? – Ну, наверное, это не очень такие высокие цифры, но я думаю, что это процентов 5-7. – Ну, это, в принципе, хорошо. Выше ВВП. – Конечно. – Это уже приятно. – Да, да. – Это уже радостнее. – Хорошо. Отлично. Ярмка выходного дня. Она будет завтра, еще раз повторим и подытожим, завтра с 10 до 15 часов. – С 10 до 15 часов на площади Ленина. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить и также всех сельхозтоваропроизводителей принять участие. – Вдруг, если такая гипотетическая ситуация, заявку не оставил, но вот сейчас в данный момент видит фермер, очень хочет продать свою картошку или кукурузу, или что еще, может ли он просто приехать самолично, найти вас, найти какого-то представителя, ну и с машины, с палатки, с лотка предоставить свою продукцию. – Конечно, мы всех устроим, всех, кто приедет, мы всем найдем место, однозначно даже, так что приезжайте, пожалуйста. – Очень хорошо. – Все желающие. – Вот видите, дорогие друзья, есть у нас, и сельское хозяйство развивается. Мы надеемся очень семимильными шагами, и у нас все будет хорошо. Помимо сои, очень хотелось бы есть еще дополнительных продуктов, и чтобы в Амурскую область, ну вот помидоры, конечно, хочется не китайские, помидоры, хочется свои, отечественные Амурские. Сегодня у нас в гостях была Ольга Владимировна Здункевич, начальник отдела развития продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства Амурской области. Большое спасибо за беседу. Это была программа «В центре внимания». Смотрите программу Первого областного канала, и будьте в курсе самых последних событий области и города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова